Добрый рано, добрый день, добрый вечер, шетки, вы на канале Словончина по-нашему, меня зовут Илья, и мы продолжаем учить словацкий язык. Перед началом сегодняшней лекции я бы хотел объявить конкурс, конкурс репостов и конкурс эссе, в котором может поучаствовать каждый, и тот, который не знает словацкого, только подписался на канал, но активно участвует в развитии, комментирует, ставит лайки, и также те, которые давно меня смотрят, с самого начала, и поддерживают меня. Начнем с конкурса репостов. Правила очень просты. Дополнительно все правила будут в Телеграме. Я сделаю отдельный пост, где вы можете еще раз все прочитать, просмотреть, и под этим постом комментировать. Нужно будет подписаться на Телеграм и на Ютуб, Словончина по-нашему, и дополнительно сделать репост этого видео в любой из социальных сетей. Инстаграм, Фейсбук, и скинуть туда скриншот, вот этот пост. И после этого я случайным образом выберу победителей, которые получат от меня книги на словацком языке. Сейчас я их покажу. Этот конкурс будет делиться на две части. Для, можно сказать, для книги для детей и для взрослых. Участвовать может каждый, неважно, вы взрослый человек или вы ребенок. Достаточно просто сделать репост и дать о себе знать в комментариях. Сейчас я покажу книги, которые я буду разыгрывать. И также весь список книг будет в этом же посте, ниже. Конечно же, куда же без маленького принца? Мы на уроках разбираем его. Я думаю, студенты, если вы смотрите, вы уже почти наизусть знаете вступление, да. Дальше, если вы читали, я думаю, вы уже знаете на слова, сколько это все звучит. Один из призов – это «Маленький принц». Дальше. «Хроники на арнии». Вторая книга – это для тех, кто уже немножко повзрослее, но при этом уже начинает более-менее понимать словацкий. Для вас это будет книга как раз. Для молодежи, да, в общем-то, и для взрослых повзрослее. Словацкий язык все-таки можно учить с любых книг, в общем-то, начальных даже. Далее. Книги понемножко посерьезнее, которые будут даваться за высшие места. Например, первая книга «Поведзми зверота». Эта книга, можно сказать, интерактивная. И также на развитие детей, которая сделана так, интересно. Картонная, достаточно хорошая печать. И, например, «Экзистую дивы пси». И вопрос. Да, то есть, ребенок будет читать, или вы ребенку будете читать, или сами будете читать. Для взрослых тут тоже достаточно много нового. И у вас ответ идет «Псису зверота, который сиздомацнил человек». И ответ идет. Очень интересная книга для развития. И дополнительно здесь момент есть таких интересностей в виде наклеек и заданий к ним. И в целом эта книга очень хорошо вам разовьет словарный запас. И дополнительно еще и добавит, возможно, знания, если чего-то вы не знали. Также есть подобная книга. Конечно, буду посылать в подобных упаковках эти книги. «Поведми чья-то правда». То есть, угадайте, правда или ложь. И, конечно, будет научное или другое подтверждение каким-то фактом. Тоже достаточно интересная книга. Далее. За первое место расправки. Расправки и мировые, и менее известные. Но, например, здесь есть «Краска звера», «Красавица и чудовище», «Книга джунглей», «Маугли», «Пополушка», «Снегуленка», «Золушка», «Снегурочка». И она достаточно красочная для детей. Читать детям, да и самим читать. Я думаю, вы знаете эти сказки. И на словацком будет интересно почитать, например, «Маугли». «Дялай». «Литература для взрослых». Элисон Купер в клетке. И второй. Продолжение Агаты Кристи. «Вражда и с монограммом». То есть, убийство с монограммом. Или под монограммом тоже в переводе разное. Вот Софи Ханова. И смотрите, окончание Ова. Да, мы знаем, что все женские фамилии заканчиваются на Ова. Или второе окончание А. Тут в данном случае Ова. Следующая. Книга. Паула Коэльо. «Чарудейница Спортобелла». Над дизайном постарались. И внутри достаточно приятно читать. Она такая компактная. Также имеет в себе иногда разные изображения. Для взрослой части моей аудитории будет интересно. Следующая книга – это Юрай Яношик. Если вы знаете Олекса Долбуша, читали о нем, видели фильм, можно сказать, что это словацкий Олекса Долбуш. Еще называют его «Словенский Робин Гуд». Словацкий Робин Гуд. Прибег, история очень подобная. Возможно, даже, что или они были знакомы, или это был один человек, или просто общий фольклор какой-то. Локализация та же, то есть примерно в том же месте и примерно та же история. Но, конечно, немножко есть отличия, которые здесь можно прочитать, узнать. И, в целом, достаточно небольшая книга, но интересная. Близко нашего Долбуша. Дальше. Второе место – Псия Цеста. Это отдельная история. Если вы смотрели «Собачья жизнь» фильм, который, возможно, я добавлю на канал, это рассказ о собаке и с дополнительным таким поворотом. Здесь первая и вторая часть. И вот эта первая и вторая часть идет за первое место. Плюс есть, что почитать здесь. Достаточно просто сделать репост, и случайным образом я выберу победителей. Для вас это будет как маленький подарок на Новый год. Что касается конкурса «Эссе». Эта часть уже более для тех, кто продвинулся в языке, кто уже умеет высказывать свои мысли, главное, на бумаге, у кого работает творческая часть. Тема для «Эссе» будет тоже в этом пасте, в Телеграме. Написать «Эссе». Очень советую писать самим, потому что, если это будет Google Переводчик, я точно это увижу. Я знаю его практически лично. Могу увидеть. Старайтесь сами написать, как будет написано «Эссе». От этого будет зависеть и результат. Оценивать буду по нескольким критериям. Это четкость мыслей, словарный запас второстепенно. Но если мысль хорошая, то, конечно, синонимы желательно подбирать. Но это уже по желанию. Главное, чтобы это было написано чисто и грамматически, и лексически. А остальное уже по ситуации. Смотря, как будет это все написано. В Телеграм-канале у вас будет пост. Отдельная форма для «Эссе», куда вы можете посылать свои «Эссе». Я их проверю лично. И первое место получит со мной урок индивидуальный. И дополнительно «Эссе» я прочитаю в одном из своих видео. Или, возможно, создам пост в Телеграме, как самое идеальное «Эссе», написанное для участия в конкурсе. Если вы принимаете участие в конкурсе репостов, то вы также можете принять и в конкурсе «Эссе». Если, конечно, у вас уже достаточно и словарный запас, вы уже не первый месяц, не первый год в Словакии, вы можете попробовать, почему бы и нет. И, конечно, на личном уроке со мной мы пройдем все ваши какие-то недочеты. Возможно, я помогу каким-то советом. Также расскажу, что вам было непонятно. Вы абсолютно все время можете пообщаться со мной на любую из словацких тем, какие вас будут интересовать. Итак, это такое краткое вступление розыгрыша. Дальше давайте продолжим лекцию. Итак, мы продолжаем лекцию 2. «Че ради робите? Что любите делать?» И в этой части мы конкретно разберем все эти процессы, дела, вещи, хобби, ваши хобби, залюби, зауймы, что вас интересует. Конкретно научимся это говорить в правильном ключе и интересном ключе. Я уверен, что вы уже знаете, что вы умеете говорить «рада, рада, рада» или «мам, рада, накупная центра», например. Вы такое умеете говорить «я люблю». Но вот насчет глаголов «дейслив» чуть-чуть неточность будет. Если вы скажете «мам, рада», вы не можете сказать глагол «дейслово», а лабуслово «со» с «мам, рада». Потому что «мам» у вас уже есть там глагол. А мы помним, два глагола мы не соединяем. Это все равно, что «спим, пишем». Это все равно, что «сом, что дуем». Это то же самое, да, так и «мам, рада» мы не можем сказать. Иногда вы услышите такое. Это, конечно, не грамматически, но иногда такое можно услышать от словаков. Это все равно, что «идим бициклом, идим на бицикле». И сейчас, кто очень хорошо знает словацкий или смотрел А1, можете написать, как будет правильно заодно. Итак, «волный час». Давайте переведем все возможные хобби. Ну и так думаю, что вы это уже видели много раз. Тут много повторений будет. Ходить до кино, до дива-дла, на концерт. До-до – это при позиции генитива. Когда мы идем в какие-то здания, мы скажем «до». Там еще нюансы есть. Это достаточно длинная тема, поэтому так понемногу. На концерт – это процесс. Помним, что мы говорим «на» или «открытая местность», или «на процесс какой-то». Концерт конкретно так, на филм можем сказать, на представление, на опыт тоже. Идем на опыт. Делай писать поэзию, писать стихи. Поэзию конкретно можно тоже перевести. Варить, готовить, приправовать едло. Цестовать, путешествовать. Слово дорога – цеста, не цесто. Цесто – это тесто. Накуповать, скупляться, танцевать, посмотреть телевизию, почувать худбу, учиться судзей языки. Смотрите обязательно – «са». Вы можете учить судзей языки, но я тут сидим и учим вас судзей языки. Судзий язык, конкретно словенский. Но учиться – вы учите, я вас учим. Вы учите, я учим. Грать футбол, грать теннис, футбол, волейбол, а баскетбол. Фотографовать, сбирать знамки. Знамка – это марка. И второе слово, кто в школе учится – это оценка. Фотография – поглядница. На нечо глядеть, на чо глядимое, на какие-то открытки. Поглядница. Ходить на виставы, лежевать са, малювать, креслить. Тут тебе должно быть. Рисовать, креслить, малювать одинаково будет. Но кресление, конечно, может быть еще и как черчение. Уже более точные какие-то науки. А малювать мы не можем. Точно черчить что-то. Ходить на туристику, на вилеты. Вилет, помним, короткий отпуск. Бицикловать са. Са здесь обязательно, иначе вы профессиональным спортсменом становитесь. Бициклуем. Релаксовать, отдыхать, сурфовать на интернете, серфить на интернете, играть на гуслях, на клавире, на гитаре. Клавир, мужской рот, единственная гитара. Женский, единственная. Но гусле, да, тоже, что было и в первой части, части, это множественное число. Гусле. Гусле, гусле, и так и так, и так и слышите, гусле будет правильнее. Спевать, петь, бегать, бегать, корчуливаться, кататься на роликах, или на коньках. И то, и то. Помним, как корчула колесковая, и корчула налят. Два вида коньков или роликов. Стратоваться с приятелами, встречаться с друзьями, с приятелями. Здесь у вас дополнительно, что с чем используется, ну, это все повторение просто. Понятно, когда идет у вас на, у вас вариант уже идет, играть на. То есть, скорее всего, на ком, на чем вопрос, и это, понятно, локал будет. Если мы просто говорим глагол, и сразу отвечаем, пишем, скорее всего, кого чего у вас придет вопрос. Пишем, читаем кого чего, то же самое. Учимся, кого чего. Везде будет аккузатив. В словенчину пишем тексты, читаем книгу, варим едло автоматически, да. Стрета вам со С, тут еще проще. С, это единственная препозиция С, уникальная инструментала. Потом там очень много таких общих препозиций, но инструментал С имеет такую уникальную. Потом, перейдем на тему рад, рада, радо. Ради, ради. Два варианта, сразу вспоминайте. Ради, ради. Мэка и твердые, или йота и твердые, и псилон, йота и псилон. Какая разница? Где кто есть? Пока вспоминайте, идем дальше. Если я рад, если она рада, если оно радо, то есть, это с удовольствием, любит, что-то делает, с удовольствием. То есть, я рад читать. Можно так дословно сказать. Рад читам, например. Рад пишем тоже. Я рад писать. Ну, точнее, рад пишу, если дословно сказать, максимально. Тут не совсем форма будет сходиться с нашими языками. Если множество число, смотрим. Мужчина живой. Мэка и там обязательно. Ради. Если у мужчины нет, то будет твердое и, и псилон ради. Читаем одинаково, но пишем разные вещи. Запомнили, если мужчина, единственное число рад, и дальше мы не говорим глагол. И важная деталь, обязательно глагол нужно просклонять. Иначе, если вы скажете рад, и у вас глагол остается читать, писать, то как вы узнаете, кто конкретно делает этот процесс? Если вы просто скажете рад, писать. Он, я, или ты, непонятно. Если вы скажете рад, пишем, это сразу первое лицо. Рад пишешь, это ты любишь писать. Рад пишет, это он любит писать. То же самое множество число. Ради, это множественное, или там пишу, пишете, пишеме, все такое подобное будет. Например, Петер рад чита. Петер любит читать. Даже если есть Петер, но все равно, он, нужно отобразить это в глаголе. Рад не отображает нам. Тут отображает только единственное мужское. Чита, это он, она, оно. Вот как раз он тебе тут и нужен. Делай. Катка о Милан. Что делают? Ради танцую, например. Да? Ради, как напишем? Ра, обязательно мэкаи, потому что мужчина есть. И мы скажем, танцую. Да? Сложнее. Фотографовать. Томаш, что делает? Рад фотографуя. Обязательно третье лицо сделать. Вилма, а дети? Давайте, любят путешествия, путешествовать. Берем глаголы. Тоже скажем, ради, но с каким? И обязательно тврд. Женщина, ребенок. Может быть, если дети поменять, например, там, Андрейко на маленького, уже, скорее всего, будет Ради. Потому что мы конкретно взяли имя и конкретно мы должны это отобразить. Только тут дети в целом, средний род, Ради, тврдое. Пабло А. Михал. Что делают? Любят играть Ради, Граю. Да? То есть, Ради, Граю, Футбол. Да? То есть, Ради футбол не за всем то будет. Нужно обязательно глагол. Ради, Граю, Футбол. Мария любит петь. Рада, спева. И обязательно вот здесь вот тврдое. Убираем. Потому что спевать, это рада спевать. Я рада спевать. Ты рада спевать. Она рада спевать. Непонятно. Поэтому всегда делаем рада спева. Тоже. Граю. Да? Ради цестую не написал. Цестую. Не цестовать. Тоже. Фотографуе. Все будет в склонении в каком-то из родов и лиц. Дальше. Попробуем пройти это упражнение. Одиннадцатое, потом двенадцатое возьмем. Варить ты. Рад, рада варишь. Плавать. Тоже. Все просто. Он, что любит. Рад. Третье лицо, что делает. Плава. Заметьте должное. Кто не посмотрел должное, предыдущая лекция первая здесь будет. Посмотрите, как писать должное, на каком принципе. Тут заметьте, что есть должное. Вот. Уже те, кто видели лекцию, они в курсе, что уже не ставим должное. Дальше. Танцевать. Ви. Тут не написано, кто конкретно что-то делает. То есть берем доминантный род мужской. Ради. танцуете вы. Дальше. Три, четыре, пять. Сделайте сами. Через секунду продолжим. Также. Если читать. Они. Тоже. Видите, уже меккаиста. И знаешь, мы напишем ради читаю. Должень, должен. Она. Любит играть в теннис. В словацком в не говорится. Вот именно в таких вариантах. Рада. Гра. Просто. Когочо. Теннис. Дальше. Фотографовать. Они. Уже будут. Ради. Чоробе. Фо-то-гра-фу-ю. Так. Сделайте двенадцатое сами. Также через секунду продолжаем. Рад грамна. Какой здесь падеж? Ком-чом. То есть локал. Гитар. Ре. Все так и будет. Кто рад сбера? Когочо. Ничего не нужно. Поглядница так и остается. Если бы одна была бы поглядницу. Что странно. Да, то есть собирать одну открытку сложно. Рада сострета вам с ким-чим. Внимательно. Ко-ле. Никакими коллегами. Коллегами. Почему? Потому что ове с какого падежа? Вот оно там и должно остаться. Это номинатив. Да. То есть ове окончания вы увидите только в номинативе. Никакой другой падеж их не будет использовать. Потому что это оно вот это все равно что вот квадрат и треугольник. Да. Квадрат не треугольник. И вот этот квадрат остается в номинативе. Треугольник это уже другой падеж будет. То есть мы не можем взять то же самое другой падеж другую форму поставить под одну только да другую. То есть коллега это наше слово с которым мы работаем. Коллега. И мы с него начинаем все склонения. Номинатив это будет ове. Да. Коллеговья множественное число. Если это будет аккузатив кого чо коллегу. Не скажешь коллеговью как-то так. Не скажем. Наши существители они коллеговью коллеговья коллега. Делай. Денис гра рад гра чо кого чо опять же теннис не склоняем. Не рад позыром кого чо заметьте внимательно телевизия у нас здесь должен мэка и з и дифтонг и а вот такие моменты вы без словацкого знаете что это за слово в таких моментах когда идет должен твердый консонант и дифтонг вот это скорее всего будет мягким консонантом то есть мы спускаемся на ступень ниже уже не будет это жена а идем ниже станется или кто учится словаских книг больше улица проверочное слово станется улица и вот не рад позырам кого чо там окончание тоже но для других поддержать это важнее будет то есть например о ком о чем расправом о ком чем мы скажем о телевизии да потому что это не жена о телевизии и там будет это важно в аккузативе особо как и там и там у будет не рад позырам кого чо телевизию так и скажем телевизию так дальше послужим три разных повествования от Наталии Карловой секретарки Марьяны также под этим текстом у вас есть разные хобби интересы и вот в разных склонениях да попробуйте подставить разное то что они скажут конкретно под их что она Марада что он Марад она тут в основном женщина Марада рада и чо не Марада не рада заметьте как пишем или мы говорим Марада рада просто то есть если мы говорим Марада следующая чуть-чуть дальше пойдем будет дивербатив герундии то что отдельно смотрим то есть мы пока используем Рада все или не Рада вот это не Марада пока что не трогаем но опять там может быть существительные какие-то например мам рад книги не мам рад книги да мам рад телевизию не мам рад телевизию не Марада телевизию существительные вот их можно спокойно мам рад использовать Дальше мы чуть-чуть разберем дополнительно. Давайте послушаем, что будет касаться Наталии. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Также эти все тексты, которые вы слышали, вы можете попробовать написать. Очень советую писать диктанты время от времени, даже если вы думаете, что это не нужно. На самом деле это очень сильно прокачивает ваш словацкий. Главное, навык письма. Вы когда учили языки, на которых говорите, также новые языки какие-то, вы все время писали. Также старайтесь здесь писать просто для того, чтобы вы были готовы для написания. В какой-то словах будет вам быстро диктовать какой-то текст важный, например, имя, номер или больше предложений, чем два слова, имя, фамилия. И вы сразу посчитаете, что как-то быстро говорит, как будто бы. Но на самом деле они не так уж и быстро говорят. Вы, тем более, вы всегда можете сказать, упакуйте, просим, эшти раз. Повторите, пожалуйста, еще раз. Не почула сом, аку. Просто можно аку сказать или аку просим. Лучше добавить сюда просим. Это идеальное переспрашивание, да, именно такое интерное. В книге написано будет, пропашьте, упакуйте, просим, эшти раз. Или запакуйте. Да, один раз, если. Но аку просим, достаточно сказать. Итак, Наталья рада шпортую, гра теннис, гра балый бал, спевала, танцевала, ходи на концерты. Или, как вы скажете, любила ходить на концерты. Или любит ходить на концерты. Рада ходи на концерты. Цестую тоже. Любит путешествовать. Рада цестую. Рада займала крайний. Чего не ма рада? Алибо не рада? Не рада плава, не грая логические игры, а не грая шах. Шах это шахматы. Потом. Карлова секретарка позарает телевизию, читает часописы, варит, организует парты, цвичит йогу, лижует, хова мачку. Именно не мачки, а мачку. Заметьте. И Карлова секретарка не чита книги. Вечерно, все, что повыдала, было кладное. Так же мало, все, рада. Если вы говорите ховать, то же предыдущую лекцию посмотрите. Первую часть диалоги ховать. Это если вы заботитесь о животном. И вы ховате, то есть это конкретно ваше животное. Можешь сказать, мам, но это не всегда будет ваше животное. Ховать, это конкретно вы, как хователь. Вы владелец, хозяин животного. И Марьяна ходит на концерты, рада. Почула гудбу, накупует CD, сбирала поглядницы. Но что повыдала, спустя себе вспомнить. Что повыдала на то-то хобби, то-то пресне. Что сбирала сом поглядницы, но... Это было еще не так повыданное, но если ты себя засмела трошку. Немножко еще посмеялась. Знамки и подписы. Малюе, пише басне, чето книги. То есть басень, да, может быть как басня, но может быть это стихи. И тоже может быть какие-то истории, прибыги по-другому. Тут от контекста зависит. Чето книги, марада русских классиков, Марьяна, че не марада. А лабу не вье. Не шпуртуе, не вье плавать, не лежуе, не игра футбол, не игра теннис, не вье варить. И насчет вот этого не вье бесхотел спросить. Напишите, что значит не можем плавать и не вьем плавать. Какая разница? Здесь есть разница и она очень важна в словацком языке. У нас эта разница, граница часто размыта. И вот, что такое не можем плавать и что такое не вьем плавать. Вспомните, также ва-один это было, модальные глаголы, пятая лекция. Можете повторить. Идем дальше. Следующая тема, девербатив. Девербатив, это из латыни, если возьмем, это приставка de, это что-то, изъятие чего-то. Если там из медицины или там с философии de, что-то убирается. И глагол по-латыни будет verbum, verbum, средний род, ну для словацкого, если скажем, verbum тоже будет склоняться как musea, verba, ono, то есть de verbativa. Что мы делаем? Мы лишаем глагол его функции основной, глагольной. Если вам будет удобнее, можете запомнить слово герундий, то есть безличностное какое-то действие. То есть, по сути, глагол, но который не имеет лица. Например, если я скажу, я люблю читать, ты любишь читать, или я читаю конкретно, ты читаешь, он, она, оно читает. Я читаю, ты читаешь и так дальше. Все равно склоняется. И вот это глагол чистое. Это две слова, словесо. Но если я скажу, я люблю чтение, я потом так же скажу, ты любишь чтение, мы любим чтение. Тоже, читание одинаково будет. Я люблю читание, ты любишь читание. Именно процесс. И в этом смысл. Тоже в словацком такое есть, de verbativa. Когда мы берем глагол и лишаем его функции глагольной, по сути. Делаем из него как бы существительное, но не совсем. То есть, это что-то среднее. Это уже не глагол, но еще не существительное. Что-то среднее. Склонение, да, мы берем его уже по типу, по сходе. И это будет важно в определенных моментах. Смотрите, что мы делаем. Если мы возьмем, например, вербум читать. И попробуем сделать из него дивербатив. Как мы это должны сделать? То есть, читать это читать. Я читам. Да, я скажу, читам. И это я читаю. И теперь я хочу сделать чтение из этого слова, из этого глагола. То есть, это герундий, дивербатив. Я беру окончание от, то есть, читать, нулевую форму. Меня интересует. Беру это окончание и меняю его на НИЕ. Да. То есть, по сути, появляется буква Н у нас. Окончание Е от слова по сходе. Часто вы можете встретить такое, что когда меняется часть речи, что-то меняется в воспроизведении предложения, у вас будет средний род. Кстати, мы еще встретимся в генитиве. Этого будет достаточно. И то же самое здесь. Читам, читать. И теперь мы берем чтение, делаем. Читание. И все, что в склонении с словом по сходе, будет абсолютно зеркально отображаться на читании. То есть, я говорю, мам, рад. Уже я здесь могу сказать, мам, рад. Помним, что мам – это глагол. Когда мы говорим, мам, рад – это я люблю. Дальше уже не может стоять глагол. А вот дивербатив – может. То есть, мы берем вот это читание и ставим его сюда. Теперь у вас получается, мам, рад, читание. И вы уже не сказали, я люблю читать. Вы сказали, я люблю чтение. Зачем это нужно? Ну, вот как раз для этого. Чтобы вы могли сказать, я люблю читать. А в другом выражении вы сказали, я люблю плавание. Например, я люблю чтение. Я люблю, там, пение. То есть, не просто петь, а пение в целом. То есть, в этом процессе не обязательно вы участвуете. Когда вы скажете, я люблю петь, вы участвуете. Я люблю пение. Возможно, вы просто любите хор. Вы любите, когда кто-то поет, например. Оперные певцы и певицы. То есть, именно в этом смысле. И вот здесь уже у вас расширяется словарный запас. Вы не просто говорите «рада» с певом. «Рада» по зарам телевизию. «Рада, рада, рада» и сто раз «рада». Вы уже можете сказать и глаголом, и дивербативом. И дальше сейчас разберем, как еще сможете сказать. Вот это «мам рад» — это самая основная такая форма. Тоже должен еще поставлю. «Мам рад». «Женский» тоже. «Рада» уже будет без должня. «Мам, рада». Дальше. Что мы можем еще добавить? Возьмем «зауиматьца». Как и слово «зауимави» — это очень подобный смысл. Здесь уберите локал, поставите акузатив. Чуть-чуть здесь они не то поставили. «Зауимам» — «са». «Са» скорее всего будет в переводе «с». Где-то будет, да, или «си», или «ся». И вот «интересуюсь». Вот это. Потому что «зауимам» — это просто «интересую». «Зауимам» — «тяк у человек». «Интересуй тебя как человек». Или «зауимам» — «са». А дальше вы говорите «о». Это одна из препозиций акузатива. И теперь мы задаем вопрос. «Когочо». Очень советую этот вопрос сюда поставить. То есть после «зауимамса» — «о» обязательно поставьте «Когочо». И на автомате задавайте его постоянно. Потому что может пойти инструментал, например, «зауимамса» — «о» — «кресланим». Или что-то такое, да, «читаним». То есть четко должно стоять «Когочо». То есть как был «мамрат», так и здесь будет «зауимамса» — «о». Да, «о» еще может быть в локале, конечно. Но конкретно здесь «окогочо». То есть не «о ком чем» в любом случае, да. То есть «о читани» — это очень странно звучит. То есть неправильно. Тут не локал должен быть. Тут должен быть акузатив. «Зауамса» — «о читанье». Это то, что актуально в словацком используется. И третий вариант. «Травить час» — «травить час». Тоже «тра» тут без должного уже сделаем. «Травим час» — «кимчим». Например, тоже «чтение» возьмем, да. «Чи» — «та» и «по сходе» — «кимчим» — «по сходим». Так и «читанием» будет. «Читанье». «Травим час» — «читанье». Сюда, конечно, вы можете добавить «волны» — «час». «Травим» — «кимчим» — «читанье». Например, «свободное время». Или уберете слово «час» — «викенды». Уберем волны, уберем час, напишем «викенды». «Викенды» — «травим» — «кимчим». «Читанье», «шпортованье», «позоранье» — «телевизие». «Чего?» «Отдыхованье», «релаксованье». Везде у вас окончание «ние» — «кимчим». И вот если есть слово «травим», вот конкретно вот этот ключ, да, вы идете сразу на «посходим» и все у вас, по сути, как бы глаголы, да, дивербатива будут в этом склонении. Если мы возьмем еще, вот, «варить», например, да, «варить», «говорить» и что-то такое, перед этим вы поменяете «мэкеинаэ». Тоже эта часть часто, правило, перекликается с другими частями словацкого. Например, «варить», «варим», да, я скажу, но «готовка», «варение». «Ние» остается, как было, но только «и» поменялось на «э», потому что вот «варим» вот это вот «и», оно должно поменяться. То есть «варение» еще и с должным, оно, ну, они не сильно дружат. Помним, что глаголы в основном словацкие, да, то есть мы не берем какие-то современные, типа там «фоловать», «гайтовать», это уже современная словацкая, можно сказать, проблема для старшего поколения, потому что не все это акцептуют, принимают. Но если мы говорим про словацкие глаголы, такие классические, то есть «должень» и «дифтонг», вряд ли такое будет, да, то есть что-то должно вытолкнуть. И вот этот «мэкеи» будет меняться на «э», и получается «варение». «Говорить» тоже попробуйте сделать «говорить». Как будет в герунде слово «говорить»? «Мам рад»? И уже вам некуда деваться, вы должны сказать дивербатив, да. «Говорение» обязательно. Только так. Потом «зау мамса о». То же самое скажу «говорение». Но если я скажу «травим час», я уже не могу сказать «говорение», «ким чим» я скажу. «Травим час», «ким чим», «инструментал», «говоре». Окончание какое будет? «Ним». Как по сходе. И вот. Теперь вы можете сказать «мам рада книге». Без проблем. Дальше. «Рада читам книги». Тоже правильно. И третий вариант. «Мам рада читанье». И потом вы можете сказать «чого книг». Тоже правильно. И теперь вы можете три своих хобби сказать уже тремя вариантами. Дополнительно у вас еще есть «зау мамса о» и «травим час». Еще плюс два. То есть как минимум пять хобби вы можете сказать разными вариантами. И уже это не просто «рада креслим», «рада читам», «рада спим», «рада отдыхуем». Да. Это то, что вам поможет более красиво говорить. То, что на А2 уже и требуется. На А1 тоже, конечно, мы начинаем уже там обогащать речь, но, опять же, не по крижам, кражам. Это все на уроках. Если мы говорим про разные использования каких-то еще частей речи, то это основное, это вся основа. То есть вот этим вот вы можете про себя рассказать полностью. Достаточно красиво, не повторяясь, без автологии, что у вас будет чисто и понятно. И конкретно, в чем еще разница. Например, возьмем слово «шпорт». То есть там, где есть существительное какое чистое. Например, «шпорт». Сделайте из него глагол и сделайте «герунди» из него. То есть, что делать и что. То есть «шпорт». Глагол, где слово будет «шпортовать». Да, «овость» — третий глагол. А если «герунди» будет, то берем «шпорт». «Шпортовать». И вот это «те» меняем на «не». И вот смотрите. «Мам рад шпорт», я скажу, например. Я могу так сказать, это существительное. «Мам рад шпорт». «Зау и мам са о шпорт». «О шпорты». «Травим час» тут уже не могу сказать. Но вот «мам рад» и «зау мам са о» я могу сказать. То есть «мам рад шпорт». Я люблю шпорт. Спорт. Если я скажу «мам рад» дальше, я скажу «шпортование». И также я могу сказать «рад шпортуем». Опять же, не рад шпортовать. Да, мы должны понять, кто это делает. Какая разница будет между этими тремя вариантами? Шпортование. Вы, скорее всего, здесь будете принимать участие. То есть спортивное что-то, да. Занятие спортом. Вот это так звучит у нас. Шпортование. Если вы скажете «рад шпортуем», тоже, по сути, люблю заниматься спортом, конкретно глагол. А вот «мам рад шпорт», вы, может быть, просто любите смотреть. Как кто-то играет в какой-то футбол, например, или любой другой спорт. В целом смотрите. Но никогда, например, не были спортсменом. Шпортование тоже отчасти. «Шпортуем» — это уже четкий глагол, то есть конкретно вас касается. Но шпортование тоже вас касается. Просто обогащайте свою речь немножко. Разграничивайте вот эти вот постоянные глаголы. Так. Давайте пройдем упражнение. Тоже попробуйте сами сделать. 15-е. Попробовать сделать из глагола дивербатив, опять же. Давайте его возьмем вот так. Попробуйте. Тоже 5 секунд у вас есть. Можно на паузу поставить. И вместе сделаем. Итак. Карло Сарат лижуе. То есть Карло любит кататься на лыжах. Карло Марат. Что? Лижование. Уже не чё робить, а чё просто. Кого чё. Да, потому что Марат. Я четко знаю вопрос. Кого чё. Все. Дальше уже склонение не будет с проблемой. Да, вот. По сходе е. То есть лижование так и остается. Дальше. Йоганна Азузана Ради. Опять же. И псилон видит. Плаваю. И как мы скажем. Йоганна Азузана. Тоже скажем. Маю. Обязательно. Потому что они. Что? Ради. И дальше. Пла. Ва. То есть плавать возьмем для легкости. И вот это вот мы должны поменять на НИЕ. Плавание. Желательно эту А тянуть. То есть чтобы не было плаванье. Или это так, да? Плаванье. Можно потянуть чуть больше. Потом. Зусана Рада Танцуя. То же самое. МА. Глагол. Что? Рада. Дальше. Танцованье. Максимально оригинальный глагол берем. И только нас интересует окончание. Дальше. Роберт. Рад фотографуя. Значит. МА. РАД. ФОТОГРА. ФОВАНЬЕ. Так. Потом. Зузана Рада Накупуя. Конечно. Мы можем сказать. ЗАУЙМАСА. О. Без проблем. Как хотите. То есть у нас здесь была Рада. Поэтому мы должны использовать Рада. То есть Зузана. Тоже. МА. Рада. ЧО. НА. КУ. ПО. ВА. Уже Тинистая. НИЕ. Вот это НИЕ. Роберта Карла ради цестую. Тоже. МАЮ. Можете написать, конечно. Роберта Карла МАЮ ради. Или просто МАЮ, как хотите. МАЮ ради. МАКИ. И обязательно. ЦЕСТОВАННИЕ. ЦЕСТОВАННИЕ. ЦЕСТОВАННИЕ берем. ЦЕСТОВАННИЕ делаем. Готово. У кого правильно, я думаю, все поняли. Если какие-то ошибки у вас есть, неточности, задавайте в комментариях. Посмотрю. И еще пару упражнений сделаем. Закрепим. Что касается быстрой трансформации. Да, к этому нужно привыкнуть. СПЕВАТЬ. СПЕВАННИЕ. ПИСАТЬ. Уберем ТИ, добавим НИЕ. ПИСАННИЕ. ФОТОГРАФОВАТЬ. ТИ уберем, добавим НИЕ. ФОТОГРАФОВАННИЕ. КРЕСЛИТЬ. Внимание. КРЕС. Чего делаем дальше? ЛЕНИЕ. Обязательно. И поменяли на Э. Дальше. НАКУПОВАТЬ. ТИ поменяли на НИЕ. НАКУПОВАННИЕ. ЛИЖОВАТЬ. ЛИЖОВАННИЕ. Дальше. Задайте вопрос. ГЕЛЕ НА ТРАВИ ВОЛНЫЙ ЧАС. Какой здесь вопрос? ТРАВИТЬ ВОЛНЫЙ ЧАС. КИМ. ЧИМ. Тоже и здесь. КИМЧИМ. ПОСХОДИМ. НАКУПОВАНИМ. ВДЯЛАЙ. ВОЛНЫЙ ЧАС ТРАВИМЕ. КРЕСЛИТЬ. КРЕСЛЕ НИМ. Э ПОЯВИЛАСЬ. ИМ ПОЯВИЛАСЬ. МИХАЛ ТРАВИ ВОЛНЫЙ ЧАС. ХРАНИМ. НЕ ГРАНИЕМ. НА САКСОФОНЕ. ТРАВИТЬ ВОЛНЫЙ ЧАС. ПОЧУВАНИМ РАДИЯ. ДЕТИ ТРАВИ ВОЛНЫЙ ЧАС. ШПОРТОВАНИМ. КИМЧИМ. Обязательно. ДОЛЖЕНИЕ. Дальше. СЛОЖНОЕ УПРОЖЕНИЕ ВОСЕМНАСТОЕ. ТОЖЕ. ВОЗЬМИТЕ СЕКУНДУ ПАУЗЫ. ПОСМОТРИТЕ, КАК ЗДЕЛАТЬ. И СРАЗУ ПРОДОЛЖАЕМ. ЗАВАМ САО ОПЕРУ. РАД СПЕВАМ. МАМ РАД СПЕВАНИ. ТО ЕСТЬ ДЕСЬ У ВАС Я ЛЮБЛЮ ПЕТЬ. КОНКРЕТНО Я ГЛАГОЛ БЕРУ. И ДАЛЬШЕ. МАМ РАД. Я УЖЕ ЛЮБЛЮ ПЕНИЕ. ВОТ КОНКРЕТНО ТАКОЙ ПЕРЕВОД. ТО ЕСТЬ ЭТО НЕ ГЛАГОЛ. ПЕРЕВОДИТЕ ТОЧНО, СТАРАЙТЕСЬ. ДАЛЬШЕ ЭТО БУДЕТ ОЧЕНЬ ВАЖНО. КРИТИЧЕСКИ. ДА, СО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ АДВА. ИТАК, ПЕТР САЗАМА ОМ МОДЕРНУ ЛИТЕРАТУРУ. ТО ЕСТЬ ЭТОГО ПОВЕСТВОВАНИЯ, ЧТО Я МОГУ ПОНЯТЬ О ПЕТРОВИ? ЧТО ОН ЛЮБИТ ЧТАТЬ. КАК Я ТО НАПИШУ? ТО ЕСТЬ МУЖСКОЙ РОД РАД. ЧО ДЕЛАЕТ? ЧИ. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСТАВТЕ В ЛИЦО. НЕ ГОВОРИТЕ ЧИТАТЬ. ТО ЕСТЬ ОН ЖЕ ЧИТАЕТ. ЧИТА. ИНОЧЕ, СЛИ НАПИШУ ЧИТАТЬ, Я НЕ ЗНАЮ, КТО ЭТО СДЕЛАЛ. И ТЕПЕРЬ, КАК МЫ СДЕЛАЕМ ДИВЕРБАТИВ ИЗ ЭТОГО ВСЕГО? ТО ЕСТЬ ПЕТР, МОЖТЕ ПИСАТЬ, МОЖТЕ НЕ ПИСАТЬ, ПРОСТО СКОРИТЬ МА. НАПРИМЕР, МА, И ЧТО, РАД. И ТЕПЕРЬ, ИЗ ЭТОГО ЧИТАТЬ, МЫ ДЕЛАЕМ ЧТО? ТЕТАТИ, МЕНЯЕМ НА НЕ. ЧИ ТАНЬЕ. ДАЛЬШЕ. ЗУЗАНА СЗАЮМА ОНОВЫ ОБХОДЫ. МОЖНО ОНА Е СТАВЫБНИЧКА, АЛЕБУ АРКИТЕКТ, АЛЕБУ МОЖНО НЯКО МОДЕЛЬЄРКА, АЛЕ СКОРО МАРАДА НАКУПОВАТЬ. НАКУПОВАТЬ БЕРЕМ, И вот ЭТО МАРАДА МЕНЯЕМ НА ПРАВИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ. ТАЖЕ РАДА, ТАЖЕ МАРАДА УБХОДЫ, ТУТ МЫ МОЖЕМ СКАЗАТЬ, НО КАДА МЫ ГОВОРИМ РАДА, МЫ УЖЕ ДОЖНЫ СКАЗАТЬ ТОЛЬКО ГЛАГОЛ, ТОЕЕ МАРАДА НАКУПОВАНЬЕ, ИЛИ РАДА НАКУПОЕ, ОБЯЗАТЬЛЬНО СКЛОНЕНИЕ. ЕСЛИ ОНА, МЫ ПИШЕМ СУДА, МАРАДА, И УЖЕ ПИШЕМ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ, ПО СУТИ МОЖЕМ СКАЗАТЬ, НАКУПОВАНЬЕ, ПОТОМ, ЗАВИМАМА, САО КУХАРСКОЙ КНИГИ, ТОЖЕ, ЗАСЬ МЫ, МЫ ИНТЕРЕСУЕМСЯ КНИГАМИ О ГОТОВКЕ, ТАКЖЕ, РАДИ ЧО, МОЖЕМ СКАЗАТЬ СРАЗА ВАВТОМАТИЧЕСКИЕ, МУЖСКОЙ ЖИВОЙ, РАДИ ЧО, ВА, РИ, МЭ, А ЕСЛИ МАМЭ, РАДИ ЧО, ВА, ОБЯЗАТЬЛЬНО, РЕНИЕ, И НА ЭПО МЕНЯЛИ, ДАЛЕ, МУЖИ САЗАМА О ШПОРТ, ТОЖЕ ВОЗЬМЕМ ТЕЖЕ, РАДИ, ТОМУ, ЧТО, ОНИ ЧО, ШПОРТУЮ, ДАЛЬШЕ, ЕСЛИ ОНИ ЛЮБЯТ, ВОТ ЭТОТ ПРОЦЕСС СПОРТА, ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ, МАЮ, РАДИ, ШПОРТУВАНИЕ, И ПОСЛЕДНЯ, ЖЕНЕ САЗАВЫМАЯ О ТАНГО, ТОМУ, ТАКЖЕ, МАЮ, РАДИ, ТАНЦОВАНИЕ, СРАЗУ ВТОРОЙ ВАРЕНТ, ПЕРОЙ ПОНЯТНО, РАДИ ТАНЦУЮ, И РАДИ ТОЖЕ САМОЕ БУДЕС С ИПСИЛОНОМ, ХОРОШО, ЕСЛИ У ВАС СЕ ПРАВИЛЬНО, ВЫ ТЕБУ ПОНЯЛИ, И ТАКЖЕ, КОНЕЧНО, ДОМАЩНЕЕ ЗАДАНИЕ ВАМ ПОЙДЕТ, ВОЗЬМИТЕ ВСЕ ВОТ ЭТИ ВОТ КАКИЕ-ТО ХОББИ, И ПОПРОБУЙТЕ СДЕЛАТЬ ИЗ НИХ И ГЛАГОЛ, И ДЕВЕРБАТИВ, И ТАКЖЕ НА СЕБЯ ЭТО ВСЕ ПОДСТАВТЕ, ВОЗЬМИТЕ КАКИЕ-ТО ОСНОВНЫЕ СВОЕ ИНТЕРЕСЫ, ДАЖЕ ЕСЛИ ИХ КАКИХ-ТО ЕЩЕ НЕТ, НО ВЫ ХОТИТЕ НАУЧИТСЯ, ДОБАВТЕ ИХ ТОЖЕ, КАКБЫ НА БУДУЩЕ ПОДГОТОВТЕ СЕБЯ К РАЗГОРОМ СО СЛОВАКОМИ, ЭТО ТОЖЕ ВАЖНО, ЧТОБЫ ВЫ О СЕБЕ СМОГЛИ СПРАВИЛЬНО СКАЗАТЬ, ЧТО КАСАЕТСЯ ДИВЕРБАТИВА, ЭТО ВСЁ, И ЕСЛИ ВЫ ГОВОРИЛИ ДО ЭТОГО РАДА, ЭТО ПРАВИЛЬНО, РАДА И ГЛАГОЛ СРАЗУ ГОВОРИМ, ЕСЛИ МАМ РАД, ТО СУЧЕСТВИТЕЛЬНОЕ, ИЛИ ОПЯТЬ НОВАЯ ЧАСТЬ РЕЧИ, СКОРЕЕ СЕБЕЙ, СКОРЕЕ СЕБЕЙ, ЭТО НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ, НЕ ТАК ЧАСТО, МОЖЕТ БИТ, ИСПОЛЬЗОВАЛИ, УЖЕ МОЖЕМ СКАЯТЬ ДИВЕРБАТИВ, ГЕРУНДИИ ПО-ДРУГОМУ, ЕСЛИ МЫ СИТАЕМ, ЧТО КАК БЫ ХОТИМ ОБОГАТИТЬ НАШУ РЕЧЬ, ВОТ КАК РАЗ ВОТ ЭТИ ВАРИАНТЫ НАМ И ПОЗВОЛИТ ЭТО СДЕЛАТЬ, ОНИ НЕ ДАДУТ ДРУГОГО ПОНИМАНИЯ, КАК БЫ, КАК ЧТО, НАПРИМЕР, Я МОГУ СКАТЬ, Я ЛЮБЛЮ ЧИТАТЬ, Я ЛЮБЛЮ ЧТЕНИЕ, РАЗНЫЕ ЛЮДИ ПО-РАЗНОМ ЭТО ВОСПРИИМУТ, ТО ЕДЛЯ КОГО-ТО ЧТЕНИЕ, Я ЛЮБЛЮ ЧТЕНИЕ, ЭТО БОЛЕ ТАК МОНУМЕНТАЛЬНО, ТО ЕДЛЯ ЛЮБЛЮ ИМЕННО ЧТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ, ЛЮБЫЕ ВОБЩЕ КИЕ-ТО ЧТЕНИЯ, ТО ЕСТЬ МЕНЕ ДОСТАВЛЯЕТ УДОВОЛЬСТВИЕ, КАК БОЛЬШОЕ ХОББИ, А Я ЛЮБЛЮ ЧТАТЬ ПРОСТО, НУ, ЛЮБИШЬ И ХОРОШО, ТО ПРОСТО ЛЮБИШЬ ЧТАТЬ, ТО ЕСТЬ ВОТ ПО-ДРУГОМУ ЧЕЛОК ЭТО ВОСПРИИМЕТ, ВОТ ЭТИМ ПРОЦЕССОМ БУДЕТ НЕМНОШК ПО-СИЛЬНЕЕ ЗАУЧАТЬ. ТАК, ТУТ МОЖТЕ ПОСМОТРЕТЬ, ВООБЩЕ-ТО, ПОЧИТАТЬ КИНО, ГАЛА, ГАЛАКТИКА, РОКОВЫЙ КОНЦЕРТ, ПЛОВАРЕНЬ, ДЕЛФИН, СОФИЯ, ДИСКО БАР, ТРЕВЕЛ И ТАК ДАЛЬШЕ, ЧТО ЭТО, КАМ КЦЕТИ И С КАМАРАТМИ, ТОЖЕ ПООБЩАЙТЕСЬ, ПОДУМАЙТЕ, НАПРИМЕР, ЕСЛИ БЫ ВЫ ПОШЛИ В ПЛОВАРЕНЬ, ДЕЛЬФИН, ДО ПЛОВАРНИ ДЕЛФИН, ЧТО БЫ ВЫ ТАМ ДЕЛАЛИ? А ПРОЧУБИСТИ ТАМ ИШЛИ? ТОЕСТ, ИЩУ БЕСОМ ДО ПЛОВАРНИ, ПРЕТОЖЕ, МАМ РАТ. И СРАЗУ СКАЖИТЕ, ПЛАВАНИЕ, ИЛИ МАМ РАТ, В ВОДУ. ПРОСТОЙ ПРИМЕР. АЛАБА, Я ХЦЁ МИСНО РОКОВЫЙ КОНЦЕРТ, ТОЕСТ, РОД СКОВЫЙ ТУТ НАПИСАНО, КОНЕЧНО, ДА, НО ЧИТАЕМ В ОРИГИНАЛЕ, РОКОВЫЙ КОНЦЕРТ, ПРЕТОЖЕ ЗАЙМАМСЯ О, И СКАЖИТЕ, ЗАЙМАМСЯ О КОГО ЧО, ГУДБУ, АЛАБА РОКОВУ ГУДБУ, ВОЗЬМЕМ СУЧТВИТЕЛЬНОЕ, ВЫ МОЖЕТЕ ТАК, ТОЕСТ, ПОНЯТНО, КАК-ТО, ГУДОБНОВАНИЯ ВЫ НЕ СКАЖЕТЕ, ПОТОМУ ЖЕ НЕТ ТАКОГОГОГОЛА, ВЫ ГРАНИЕ МОЖЕТЕ СКАЗАТЬ, ЗАЙМАМСЯ О ГРАНИЕ НА УДОБНЫХ НАСТРУЕХ, ТАК ЕЩЁ МОЖЕТА КОГ-ТО СКАЗАТЬ, НО ЭТО ДЛИННОЕ, ПРОСТО ЗАЙМАМСЯ О УРОКОВУ ГУДБУ, ОБЫЧНО ТАК СКАЖЕТ, ЭТОГО ДОСТАТОЧНО, ПРИМЕРЫ РАЗБЕРИТЕ, НА СЛЕДУЩИЙ РАЗ РАЗБЕРЁМ ГЛАГОЛЫ, ПОСЛЕДНИЕ, ПОСЛЕДНИЮ ГРУППА ПРАВИЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ, ЧЕТЫРНОСТЫЕ, ДО ЧЕТРНОСТЫЕ ГРУПЫ, И БУДЕМ ПОНЕМНОГУ ПРОДЛОЖАТЬ ДАЛЬШЕ, Если у вас, опять же, возникают какие-то вопросы, пишите комментарии, оставляйте комментарии и в Телеграме, и в Ютубе, ставьте лайки, это поддерживает, и это мотивирует меня выпускать видео быстрее, ваша активность, это все, на чем строятся все будущие видео. Если у вас какие-то пожелания есть, тоже уведомляйте об этом. Также начинается набор на курс А1, А2, это не набор с нуля, это, скорее всего, вы что-то уже знаете, уже те, кто у меня начали сейчас учить, конечно, они уже в Словакии давно, мы не учим с ними алфавит с нуля, а мы проходим то, что не было пройдено, качественно, и быстро идем дальше. У меня нет одинаковых лекций, всегда вы придете на лекцию, да, что-то будет, конечно, основа грамматическая на одна, но каждый человек знает по-разному, и вот все в группе мы это проходим, я за каждым слежу, смотрю, какие ошибки он делает, и конкретно это корректирует. То есть у меня в группе, можете не думать, что в группе, и как бы я что-то забуду, я все помню, да, и все мои студенты это тоже знают, что я помню, неважно, у нас было неделю назад, урок две недели назад, я помню это. Какие у вас ошибки были, я их исправляю, и каждый раз уже вы делаете меньше ошибок, что, в общем-то, и помогает, и работает, и также на YouTube, когда задаете вопрос, я отвечаю, и вот я вижу реакцию, что вот теперь понятно, или что-то такое, что там словаки хвалят, да, например, тоже. Это, конечно, неприятно, что вы смогли так добиться таких результатов. Это доказывает, что вы, во-первых, смогли чего-то в этом плане достичь, то есть не на своей территории, да, словацкий язык, это не ваш язык. Когда ваш, у вас нетив спикер оценивает, да, родины говорца, то это приятно слышать, и это все-таки и вас мотивирует, я думаю, больше развиваться в этом. Также тут обе болу в шатко. Если у вас остаются какие-то вопросы, пишите, отвечаю всегда, я смотрю все комментарии, и записывайтесь на курсы. Также разговорный курс скоро, до Нового года или после Нового года, но будут новые интересные наборы, которые необычные, как всегда, и обязательно участвуйте в конкурсе. Книги достаточно интересные за первое место, собачья жизнь. Также есть фильм, который победителю обязательно пошлю. У него будет и фильм, и книга, словацкая книги. Остальные все книги для детей. Лично подбирал. Надеюсь, вам понравится. Те, кто выиграет, удачи. Также жду ваше эссе по ссылке в Телеграме. Подписывайтесь на Телеграм. Вся информация там. А на днеском битву было в шатко. Агуйте майте са. Чау те. О, я душа сгибает. Я вечно ваё. Украина. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok